электролит крутится водород мутится водород взрывается очень резко очень неожиданно у нас сразу особенность нашего трека будет это очень очень хорошо человека не задавить здорово так друзья наконец-то мы снимаем продолжение про электролизер про газ брауна как это все работает конкретно на огне на который мы поставили кстати ссылочка будет обязательно по подсказке видео как мы устанавливали электролизер вот там как раз скопилось очень много вопросов в том числе не бутафорная ли это установка мы сейчас сегодня обязательно наберем газ в обычный пакет в файлик и попробуем его поджечь посмотрим как он у нас бахнет или не бахнет вовсе также друзья мы обязательно сегодня будем кататься отслеживать три основных параметры которые нас интересуют это нагрузка на двигатель включенным электролизером и с выключенным и конечно долгосрочные и кредкосрочные коррекции которые нам укажут на снижение или увеличение расхода топлива погнали и так друзья обычный файл он герметичный сейчас мы спустим воздух оттуда полностью ставим наш патрубок запускаем автомобиль электролизер я буду включать самостоятельно путем амперметра чтобы контролировать процесс если вдруг начнутся проблемы мы пока выставили электролиз на 5 ампер чтобы было более менее безопасно он уже наполнил и так я выставил на 5 ампер наш генератор только на 47 пакетик уже наполняется так мы видим вот явная полоска пузырьки у нас идут электролиз у нас происходит электролиз крутится водород мутится естественно друзья это крайне небезопасно водород взрывается очень резко очень неожиданно очень громко мы уже побалуюсь вот поэтому не повторяйте ни в коем случае подобную операцию на запущенном моторе просто воздух водород лучше не спускать я думаю что газа нас достаточно кстати поработал он у нас буквально две минуты даже поменьше полу файлика газа брауна у нас набралось останавливаем на электролиз сохраняем наш газ понадежнее закрепим так огнетушитель у нас все готово итак мы сюда набрали некоторое количество газа брауна который обещает нам сделать взрыв сейчас проверим кстати мы будем пользоваться газовой смесью для портативных горелок и так тест номер один возможно тест номер последний давайте еще один эксперимент проведем допустим если мы набрали просто газа из баллона в этот пакет и просто надуем углекислого газа то есть просто там я туда напускаю сравним все три взрыва первый вы видели от газа брауна давайте сделаем в таком же количестве примерно столько бы воды так а сюда мы наберем газа из газового баллона аксио так начнем мы просто с углекислого газа как мы видим пакет проплавился и ничего не произошло так теперь разница есть но здесь газ просто медленно сгорает я думаю что по поводу того работает установка выделяет ли она какую-то хорошую горючую смесь или нет вопросов больше быть не должно газ брауна у нас выделяется сто процентов друзьям нам так понравилось и мы не удержались от того чтобы еще три пакетика не сделайте не взорвать их подряд на медленную съемку два уже готовых я думаю что это уже более опасно а а а так друзья по поводу того что газ выделяется я думаю сомнений вообще не осталось мы сейчас приступим к замеру параметров мотора они будут у нас конечно через сканер мы выведем три параметры на экран именно долгосрочная коррекция краткосрочная и нагрузка расчетная нагрузка на двигатель параметры до включения электролизера будут по правую мою руку после включения по левую давайте посмотрим что мы сейчас видим и так справа мы видим параметры холостого хода без включенного электролизера нагрузка на мотор у нас 28 30 процентов краткосрочная коррекция это синяя шкала она у нас где-то где 10 15 плюс то есть обогащает мотор топливом и долгосрочная почти по нулям 08 сейчас буквально пускай пять минут поработает чтобы было чем сравнить то есть нам важны одинаковые условия для проверки до электролизера и после естественно обязательно мы потом поедем на движение будем испытывать выберем один и тот же маршрут скорее всего на кировский мост поедем он где то там вот и тоже сделаем параметры так мы видим что электролиз у нас стоит сейчас я увеличил уменьшил масштаб и мы видим что нагрузка у нас менялась по каким-то там своим параметрам то есть после запуска возможно конечно он дожигал газ поэтому что долгосрочная коррекция у нас ушла в минус 4 процента блок управления вы нужно объединять на 4 процента это в принципе норма холостой ход плюс мы тут сейчас мучили с электролизером эту машину поэтому я считаю это нормально сейчас немножко еще вентилятор у нас включится выключиться наверное уже пора это немножко может сбить параметры на какой-то момент я имею ввиду включение включение вентилятора так как это нагрузка на мотор как только вентилятор отработает выключится поработает еще где секунд 20 мы остановим съемку да и увидим что у нас будет после включения как вентилятор сейчас включилась мы видим что у нас где-то на 2 на 2 2 с половиной процента нагрузка поднялась на мотор и сейчас как вентилятор выключиться мы тут же включим электролиз погнали и так включаем электролиз и следим за параметрами уже на в левой части экрана сейчас у нас немножко стабилизируется процесс выделения водорода нагрузка на мотор кстати я вот честно говоря изначально когда вообще про эту тему все изучал узнал по идее мы сейчас даем делаем нагрузку на генератор и справедливый вопрос будет о том что мы нагружаем генератор соответственно нагружаем мотор генератор чем более нагружен тем более сопротивляется вращению соответственно мотору тяжелее прикрутить его но мы видим кстати что по расчетной нагрузке по сканеру это абсолютно не так у нас 28 29 процентов бегает и обогащение смеси идет на примерно на 10 процентов 10 11 плавает 5 то есть об этом соответствует краткосрочная коррекция которая у нас ушла в минус 10 ну болтается в этой степени вентилятор включился кстати нагрузка также 32 31 электролизе работает процесс идет пузыреме видим систему не воздушит ну и пока на экране у нас практически такие же параметры разве что мне кажется сейчас краткосрочная коррекция больше в минус уходит нагрузка на мотор изменилась там плюс один наверное процент мы обязательно сравним еще потом сами когда посмотрим на эти два параметра опять включился вентилятор так ну принципе с хвостым ходом я думаю мы разобрались результаты сравним конце будет вывод а сейчас поехали смотреть по динамике по в движении на них и те же оборотах с одной и той же скоростью посмотрим как какие показания будут у нас движение так друзья сейчас немножко посмотрим по параметрам пока что сняли это вот первые записи экрана это у меня идут параметры до включения электролизера мы видим что у нас тут постоянно в плюсе краткосрочная коррекция плюс 15 больше топлива льет ну потом у нас упала вот у нас график сильно изменился но причем электролизер тут еще не работа у нас минус 3 в основном средняя цифра будет где-то минус 3 процента и но здесь я здесь не видео ни разу так ну вот мы сейчас смотрим прям сразу с включенным уже электролизером у нас сразу смесь была в минусах чаще висит она минус 10 минус 12 но вот примерно на 1 на 2 процента не вот здесь вентилятор там включилась на 1 на 2 процента у нас нагрузка на мотор увеличилась но как бы смесь мы обогатили это факт в принципе у нас горение получилось гораздо эффективнее об этом свидетельствует краткосрочная коррекция она упала до минус 10 возьмем за среднюю цифру минус 10 процентов пока на холостом ходу вот и получается что у нас на 10 процентов меньше топлива нос пускай ладно правде глаза взглянем до электролизер у нас был минус 3 средняя да с включенным минус 10 процентов вот учитывая что у нас мотор 16 8 клапанный холостой ход пока 7 процентов экономия топлива 7 процентов на холостом ходу замерим еще в динамике но даже в инструкции по эксплуатации электролизера пишется что чем больше объем мотора тем эффективнее будет работать система на именно на экономию топлива то есть поэтому если мотор мощнее вы поставите то в принципе вот для грузовиков наверно будет тема и дизеля с дизелями хорошо работает говорят но мы пока на бензин поставить может когда-нибудь на дизель еще поставим будем делать замер ладно поехали мы кататься с капец так друзья особенность нашего трека будет заключаться в том что он одинаковый будет при двух замерах и еще мы сделаем один замер со статичной педали дросселя она будет у нас всегда в одном диапазоне и мы поедем будем отслеживать включенный выключенный электролизер прям на одном диапазоне педали посмотрим изменится ли как-нибудь параметры чё пакуемся и погнали так ребят сканер у нас подключен погодится у нас что-то не то с показаниями они почему-то у нас стоп стоял так делаем запись экрана на всякий случай поехали электролизер сейчас выключен это важно все пристегнуты это тоже крайне важно я сейчас услышал звук притягивающегося ремня так выводим дроссель в один диапазон давай на 5 передача сейчас сотку хотя бы соточку хотя бы можно у меня просто увеличенные 6 который можно заказать у нас на сайте все едем так мы видим что дроссель у нас я забыл вывести на экран вес по им тысячи доске прибор до включи электролизер сейчас секундочку включил подписчики написывают так выключаем электролизер выключил так не останавливаете параметры и давай замерять просто на долгую едем да кстати дроссель у нас показан верхней части процентном соотношении открытия будем стараться держать его в одном диапазоне ну по доске две с половиной тысячи я стараюсь держать на пятой передаче краткосрочная коррекция значительно пошла вверх после выключения плюс 7 плюс 10 минус 10 ну немножко неровная дорога нагрузка у нас меняется так мы до черновского доехали получается да давайте перенесем через отбойник лоб так друзья немножко проанализируем пока путь без установки так мы видим вот мы тронулись до плюс 20 у нас дошло и вот пошел диапазон работы наш плюс 4 плюс 5 минус 7 минус 9 до нуля так я потом отключил положение нет ничего и не отключал так смотрим минус 10 0 минус 10 0 плюс 7 плюс 6 ну короче болтается в диапазоне плюс минус 10 интересно так друзья вышли мы на такой же диапазон на эту же дорогу так смотрим ну видим пока электролизер у нас включен педаль на одном уровне держи так все педаль на одном уровне держи Ну, как бы эффект налицо. У нас долгосрочная коррекция ушла в минус 3,9%. Краткосрочная при этом так и болтается. Минус 7, минус 6, плюс 3. То есть она сейчас у нас работает всегда с уменьшением импульсов приска. Минус 15, минус 14. Нагрузка на мотор сильно не выросла. Вот на самом деле, друзья, я, в принципе, и ожидал, что вот чего-то подобного. То есть на нашем моторе, вот с теми параметрами, которые сейчас, то есть на 4% это 100% у нас получается уменьшение импульсов приска. Это стабильно. Плюс еще, конечно, мы покатаемся, долгосрочная коррекция может еще упасть. Потому что периодически у нас краткосрочно уходит до минус 15. Я думаю, что она еще упадет. Вот это уже интересно. Это уже результат. Давайте немножко проанализируем с электролизером. Вот у нас было до минус 22, минус 16, минус 18. В какой момент я просто не уловил, долгосрочная коррекция переключилась. Вот, резкое падение, и мы ушли на минус 3,9% долгосрочной коррекции. Это очень-очень хорошо. Ребят, я в чудеса не верю, как и многие из наших подписчиков. То есть мы не увидели такого прям грандиозного, огромного эффекта. Но опять-таки повторюсь, что работает эффективнее с большим литражом машин, с дизелями работает эффективно. То есть эффекты по-любому есть. Мы его увидели, мы его посчитали. У нас 4% долгосрочная коррекция ушла в минус. Это говорит о том, что топливо мы теперь на 4% по-любому будем меньше, в среднем. По-любому меньше будем использовать. Это какой-то результат. Это хоть какие-то адекватные цифры. По динамике сейчас у Петра спросим. Не ждите, конечно, грандиозных таких результатов от электролизера. Но он работает. Обязательно скинем головку. Кстати, приезжаем наш Кировский мост, очень красивый. Ну, очень красивый. Сто лет строили. Безумная красота, вообще безумнейшая. Симпатичнее даже, чем подсветка электролизера. Я вот смотрю иногда на этот мост и понимаю вообще, что мы все такие ничтожные. Аккуратно смотришь, чтобы у тебя сейчас другие парки. Да-да-да. А то ты не приступил. Подожди, Апотин. Да, подожди. Короче, в принципе, мы обязательно снимем еще головку. И если, как и обещают производители этой аппаратуры, что мотор будет вычищаться, то есть за счет лучшего сгорания смеси топливной, если это все будет еще чистить камеру сгорания, то тогда эффект, конечно, еще будет лучше. То есть, в принципе, у нас если сейчас поршневая вычистится, то должно быть еще лучше. То есть мы еще катаем сейчас полторы тысячи километров до финального снятия головки. И обязательно вам все покажем. Ну, а сейчас послушаем квитра по поводу динамики. Микрофон. Друзья, ну, это будет субъективное мое мнение. Но мне кажется, после установки водорода стала приемистей машина вот... Вот, например, сейчас я изображу, постараюсь. Вот от трех тысяч, например, едем. Она стала более... Динамика мне понравилась. Вот, посмотрите. Конечно, так не надо делать, но... Мне кажется, что машина стала лучше ехать. Динамика улучшилась. Какого-то супер там мощности я не почувствовал. Вот, еще раз хочу отметить, что и производители об этом говорят, что вот это изделие больше эффекта от трех литров моторов будет достигаться. На грузовиках, на фурах. Там будет экономия. Ну, а я хочу, чтобы у меня еще мотор отмылся. Вы видели, какой там нагар безумный. Вот. В принципе, я доволен. Насчет взрывоопасности не знаю. Вот человека бы не задавить главное. Пока не взрывается. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok